Глава 3. Вильно В межвоенные годы Вильно был крупнейшим городом восточной Польши, захваченным поляками у Литвы после Первой мировой войны. Город был центром еврейской культурной и духовной жизни в течение нескольких сотен лет. Евреи знали его как Литовский Иерусалим. После немецкого завоевания в 1941 году большинство из 55 тысяч евреев города были убиты немцами при активной поддержке многих литовцев. Но благодаря усилиям нескольких неевреев, поляков и литовцев, нескольким сотням евреев удалось выжить. Гертруда Бобелинска работала в Вильно няней в еврейской семье Столовицких. После немецкой оккупации, когда их сыну Михаэлю было 4 года, его мать тяжело заболела. Гертруда Бобелинска пообещала ей, что позаботится о ее ребенке и после войны позаботится о том, чтобы его увезли в Палестину. После смерти матери Михаэля Гертруда продолжала заботиться о мальчике, притворяясь, что он ее собственный ребенок, и уговаривая священника разрешить ему присоединиться к церковному хору. После войны она отправилась с мальчиком, которому тогда было 9 лет, в Палестину. Но их судно было перехвачено англичанами, когда оно пыталось высадить пассажиров. Всех, находившихся на борту, включая Гертруду Бобелинскую и ее подопечного, отправили обратно в Европу и интернировали в лагере для перемещенных лиц в Германии. Они снова отправились в путь, когда было создано государство Израиль, и няня и ребенок стали гражданами. Гертруда Бобелинская осталась католичкой, но, как она и обещала матери Михаэля, она воспитала мальчика как еврея. Еще одной няней-католичкой в Вильну, которая спасла своего маленького еврейского подопечного, была Бронислава Курпий. Аврааму Фоксману было 4 года, когда она забрала его в свой дом и воспитала, как будто он был ее собственным ребенком, назвав его Генриком Станиславом Курпий. Именно Фоксман, впоследствии возглавивший антидеформационную лигу в Соединенных Штатах, призвал иерусалимское общество «Скрытые дети» в 1993 году, чтобы засвидетельствовать доброту тех, кто спас их и заботился о них. Роза Левин-Вайнберг родилась в Вильна в марте 1941 года. Четыре месяца спустя, вскоре после немецкой оккупации, ее отца расстреляли. Затем ее мать отдала ее литовской паре Будрикене. После смерти пары о Розе заботилась их дочь, 16-летняя Люсия Будрикене, с которой она жила до 1957 года, пока ее не нашла тетя из Канады и не организовала ее эмиграцию в Торонто. Еще одной спасительницей из Вильну была Кристина Адольф, учительница истории в средней школе города. Среди тех, кого она спасла, была ее бывшая ученица Лидия Аран, которая окончила школу накануне немецкого вторжения, проучившись в ее классе 8 лет. Конец цитаты. Но укрытие Евреев означало немедленную казнь без суда и следствия. Неужели она действительно подвергнет опасности свою собственную жизнь, жизнь своей маленькой девочки и жизнь своего старого свекра, чтобы помочь нам? Было ли разумно ожидать, что она это сделает? Будет ли справедливо проверить ее предложение? И что мы будем делать, если она откажется принять нас? Конец цитаты. Лидия описала свое путешествие в деревню Кристины Адольф вместе со своей сестрой-близняшкой Моникой. Мы покинули Вильно на рассвете после кошмара поиска укрытия, унижения отверженности, невыносимое смущение от попыток навязать себя другим и видеть их в моменты истины и неудач. Накануне мы, как обычно, покинули гетто с трудовым отрядом и убирались в казармах, когда молодой офицер, представившийся капелланом, снова подошел ко мне, предлагая помощь. На этот раз я решил принять предложение. Тем утром, выходя из гетто, мы увидели еще одного молодого человека, висящего на уличном фонаре во дворе дома, в котором мы спали. Крики из соседнего дома были душераздирающими. Что было терять? Вечером офицер сказал нашему охраннику, что мы с Моникой останемся в казарме, чтобы убрать его комнаты. В сумерках он отвел нас в небольшой дом в военном городке. Внутри шла шумная пьяная вечеринка, и охранники, похоже, привыкли видеть солдат с девушками, толпящимися вокруг. Мы провели остаток ночи в маленькой кладовой в задней части дома. На рассвете пришел офицер, и мы покинули лагерь под руку, как друзья. Мы решили пойти в дом секретаря нашего отца, господина Зеланковского, который жил на окраине города со своей старой матерью. Он был очень предан нашему отцу, и мы рассчитывали на его помощь в выезде из города. Когда мы были уже почти там, мы попрощались с офицером, который пожелал нам удачи, и сказал, что он уверен, что не вернется домой с фронта. Он дал нам небольшую свою фотографию на память. Очень молодой блондин на лыжах, смеющийся, длинный шарф на шее, развивается на ветру. Мы потеряли ее, когда нам пришлось оставить все личные вещи, пересекая ночью зону, оккупированную британцами несколько лет спустя. Господин Зеланковский запаниковал, увидев нас, и отказался впустить нас. Он рассказал нам, что мадам Сабина, наша опытная швея, его соседка, была казнена на месте накануне, когда кто-то сказал, что она разговаривала с евреем. Но он согласился сопровождать нас до городской черты, а также рассказать нашему отцу. «Действительно, мы встретились с отцом, как и было согласовано через господиня Зеланковского, на поляне в лесу недалеко от Ваки. Вскоре после этого отца передали литовской полиции, которая его застрелила. Примерно через два часа мы пересекли широкую реку на лодке с молодой цыганкой, которая посмотрела на нас понимающим взглядом и предложила предсказать нам судьбу. У нас не было денег, чтобы заплатить ей, поэтому проект по предсказанию судьбы был прекращен, но она согласилась отвезти нас на другой берег. Пока мы переправлялись, она все время смотрела на нас с жалостью, напевая песенку, которая звучала как баллада, повторяя слова «Ты такая молодая и красивая, твоя судьба такая уродливая». Мы не были уверены в ее намерениях, поэтому мы покинули ее и лодку как можно быстрее и продолжили свой путь. Лидия и Моника неожиданно и без предупреждения добрались до деревни Кристины Адольф. Цитата «Кристины не было дома, когда мы приехали. Мы сидели там, ожидая ее возвращения, слишком измотанные, чтобы думать или планировать. И затем мы увидели ее с Ханьей, идущими по дороге к дому. Внезапно она увидела нас. Не колебаясь ни секунды, она отпустила руку маленькой девочки и побежала к нам, протянув руки в жесте приветствия, и через мгновение она обняла нас обоих». Конец цитаты. «Этот кульминационный момент», — писала Лидия Арам. Цитата. «Растянулся в трехлетнюю сагу о героической борьбе этой необыкновенной женщины за выживание трех молодых людей, над головами которых висела смертная казнь. На определенном этапе к нам на год присоединился раненый русский военнопленный, сбежавший из транспорта. В то время, как каждый из нас, если бы был пойман, вызвал бы ее собственную немедленную казнь. В то время, как вокруг нас целые деревни сжигались дотла, а семьи казнили по подозрению в том, что они накормили беглеца, Кристина просто игнорировала опасность сплетен, доносов или случайного обнаружения нашего с Николаем присутствия на ферме и безмятежно отдала себя в руки Бога в простой и непоколебимой уверенности, что она делает то, что должен делать порядочный человек». Конец цитаты. Момент спасения и три последующих года, цитата, «были для нас решающими главным образом потому, что они спасли нас от неминуемой и жестокой смерти. Но помимо этого, они предоставили нам редкую привилегию пережить годы нацистских ужасов в атмосфере добра и подлинного соучастия и стать свидетелями редкого примера торжества мужества и щедрости над страхом и инстинктивным эгоизмом в экстремальных условиях». Конец цитаты. Лидия Ран позже писала, «Я думаю, что наш случай нетипичен даже среди тех, в которых неевреи помогали евреям, из-за исключительно благородной мотивации и необычайного мужества Кристины, которая, не колебаясь, поставила под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своей маленькой дочери, чтобы сделать то, что она считала правильным, которая предложила приютить нас у себя дома по собственной инициативе и которая с того момента, как мы приехали, приняла нас как равноправную и неотделимую часть отряда из четырех человек, который должен был выжить или умереть вместе». Конец цитаты.